Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», наполняя данными из википедии и интернета. Сизиф. Сизиф – коринфский царь, предок Белерафонта, по одной из версий отец Одиссея. Сизиф был великим мошенником и, соревнуясь в искусстве воровства с автоликом, победил его. У Гомера мы встречаем Сизифа в Живаиде, терпящем наказание за совершенные преступления. Наказание Сизифа состояло в том, что он должен был вкатывать на вершину холма тяжелый камень, который, достигнув вершины, сразу же скатывался обратно. Поэтому странно, что Тициан изобразил Сизифа несущим камень на спине. Выражение Сизифа в труда означает бессмысленные и бесполезные усилия. Альберс Камю озаглавил свое эссе об абсурдности человеческого бытия «Миф о Сизифе». Из Википедии наиболее распространена версия мифа, в которой Сизиф обманом заковывает бога смерти Танатоса и держит его в плену. В другой версии обманул и заковал в цепи самого Аида. В отсутствии Танатоса люди перестают умирать. Боги обеспокоены сложившимся положением. И по прошествии нескольких лет Ариас, бог войны, освобождает бога смерти. Танатос исторгает душу Сизифа и отводит ее в царство теней умерших. Но и тут сумел Сизиф обмануть богов. Он запретил своей жене совершать после своей смерти погребальные обряды. Аиты Персифона, не дождавшись погребальных жертв, разрешили Сизифу вернуться ненадолго на землю, наказать жену за нарушение священных обычаев и велеть ей устроить подобающие похороны и жертвоприношения. Сизиф не вернулся в царство Аида. Он остался в пышном дворце пировать и радоваться тому, что единственный из всех смертных сумел вернуться из мрачного царства теней. Прошло несколько лет до тех пор, пока отсутствие Сизифа в царстве мертвых не было обнаружено. За хитрецом пришлось посылать Гермеса. За проступки при жизни до и после смерти боги приговорили Сизифа к наказанию. Вечно вкатывает на гору тяжелый камень, который скатывается опять вниз. А он должен был его возвращать вверх на прежнее место. Вот так вкратце о Сизифе. Сизиф – каритовский царь, предок Вилерафонта, по одной версии отец Одиссея, который был великим мошенником. Пока-пока, до свидания. Сизиф – каритовский царь, предок Вилерафонта, по одной версии отец Одиссея,